Для игры миллионов национальность не помеха. В Иванове прошел первый интернациональный футбольный турнир. В роли организаторов выступили Ивановский дом национальности и Комитет по физической культуре и спорту. А в роли идейных вдохновителей сами представители диаспор. В первом турнире приняли участие 8 сборных. Играли по олимпийской системе. Проигравшая команда из первенства выбывала. Так в финале оказались сильнейшие сборные таджикской и дагестанской диаспор. Я сколько здесь живу, нахожусь в каждой площадке, в футбольной, детской площадке. Разные дети играют, правильно? Разные. Вот у нас, как говорят Ивановы, многонациональные. Сколько мы здесь живем, все видим. Так что, почему бы... Также, вот, российские команды тоже были бы участвовать, в принципе. Но почему не участвуют, вот тоже не могу сказать. Так что, это дружба. Это, раз если назвали международный турнир, это единство, это сплоченность. Несмотря на то, что турнир должен был народы сплотить, уже на 15-й минуте произошел первый межнациональный конфликт. Вратарь сборной Таджикистана, нарушив правила, заработал красную карточку. Зрители решили поговорить с судьей. Объяснив арбитру, в чем он был неправ, таджикские болельщики вернулись на свои места. Матч продолжился. Больше зрительская поддержка границ поля не переходила. Хотя, по словам организаторов турнира, впредь горячий нрав зрителей придется учитывать. Горячие ребята, молодежь зашел в поле неправильно, некультурно как-то появились. Вот за это, чтобы больше была поддержка их стороне, руководство, более официально, служба безопасности, скажем так, усиление чуть-чуть, чтобы было. Потому что всем мы не можем сказать, вот не ходи, не говори, ну, сами понимаете. Горячая поддержка команде таджиков все же не помогла. Со счетом 1-0 победили дагестанцы. Также поощрили самого молодого и самого возрастного участников турнира и лучших форварда и галкипера. Международный футбольный марафон продолжится уже в следующем году. Возможно, участников станет еще больше. Ведь футбол – это то, что объединяет. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.